Добрый день, уважаемые коллеги! Рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. Книга «Обеспеченность» это, по-моему, то, что сейчас постоянно звучит в наших разговорах. Если даже сравнивать несколько лет назад, наверное, никогда не придавалось значению этой функции, этому сервису. И, как мне кажется, это какое-то следствие образовательной реформы, которая дошла именно в таком виде до нас. В свое время, когда я преподавал в МГУ, мы тоже создавали списки литературы по дисциплинам. Но помню, насколько было это и необязательно, и спонтанно. Далеко не вся литература была доступна, которую мы рекомендовали своим студентам. Вот сейчас, по-моему, совершенно другая система выстроена, которая, начиная с АВГОСов, завершается РПД. И вот эти рабочие программы дисциплин – это само по себе дисциплина. В результате у каждой дисциплины оказывается какой-то надежный список литературы. Так, тут пишут, что нет звука. Но я надеюсь, у остальных все слышно. То есть, это, конечно, важный шаг, на мой взгляд, к качеству образования. Как всегда, любые стандарты дисциплины для сильных служат неким якорем, который мешает лететь вверх. Зато для слабых – это всегда мотивация и какой-то минимальный уровень качества. Так что, то, что мы с вами постоянно сейчас общаемся о книгообеспеченности, РПД, будем воспринимать это как одну из важнейших элементов этой системы. И мы, ВБС, так это и воспринимаем. Практически основные сервисы, куда мы сейчас бросили свои силы – это сервисы книгообеспеченности. И они, как я вам постараюсь показать, действительно инновационные, интересные и вам полезные. Но, тем не менее, еще пару вот таких размышлений на этот счет. Книгообеспеченность – это, по сути дела, фиксированная, обеспеченная литература по той или иной дисциплине. Это, как бы, надежный источник. Но, с другой стороны, для настоящей науки, качественного образования, важно и помнить, что не книгообеспеченность уедины. То есть, разумеется, мы не должны в преподавании наших дисциплин свести до этих трех-десяти книжек. Мы должны для каждого студента сохранять и предоставлять очень широкий спектр, чтобы он мог свободно искать, в первую очередь, информацию, чтобы у преподавателя была такая свобода. То есть, разумеется, количество источников информации в вузовской библиотеке должно быть больше, чем это просто указано в РПД. Вот не следует, мне кажется, делать из этого фетиш, а жизнь нас принуждает к этому, к сожалению. Это вот один вопрос. Свобода, она обязательно предполагается настоящей научной деятельностью, научным качеством. Второй вопрос. Книги в книгообеспеченности тоже попадают откуда-то. То есть, нельзя начинать с книгообеспеченности. Ею можно только заканчивать. Соответственно, прежде чем формировать книгообеспеченности, литературу конкретную по РПД, нужно уже иметь источник, откуда, где литература гораздо больше, да, откуда ее можно выводить. И, соответственно, вот эти два момента, в них и, в первую очередь, полезны ЭБС. Это, прежде всего, более широкий источник, в котором можно выводить ту или иную книгу. Ну, а самое главное, тот, который всегда под рукой, всегда доступен. Вот на срок подписки вы можете достаточно твердо на него положиться. В целом, книгообеспеченность формируется, конечно, на основе общего бумажного книжного рынка. Он гораздо шире, чем ЭБС. Ну, так, мы сегодня оцениваем, что в ЭБС представлено, ну, где-то 50, может быть, 60 процентов от той литературы, которая вообще работает на образовательном рынке. Вот. Это далеко не все, потому что остаются издательства, которые не дают свои книги, допустим. Остаются издания, которые там не соответствуют срокам, которые жестко проставлены. А, тем не менее, это классика. Вот с ней там особая работа происходит. Ну, и много различных причин. Тем не менее, если вы формируете книгообеспеченность с помощью ЭБС, то понятно, у вас все эти книги практически под рукой. Это очень широкий спектр книг. Вот у нас сегодня около 100 тысяч книг вообще учебных и научных. И где-то 20 тысяч – это вот чисто учебники, которые у нас входят в УГСМ. Так что, по меньшей мере, работать с ЭБС с этой точки зрения очень удобно. Даже просто, где ЭБС, это просто книги. Вот. Но мы это удобство можем очень сильно увеличить, если мы включим сервисы информационные, которые автоматизируют наш процесс. И об этом, собственно, мы и будем рассказывать. Ну, подобная автоматизация, она наличествует в продвинутом виде АБИС. Мы в данном случае интегрируемся с ними. Вот. И многие вообще книги для книгообеспеченности даже из ЭБС используют через АБИС, включая там библиографические описания в АБИС. Мы, кроме этого пути, пошли еще и по своему пути. То есть, создаем собственный сервис книгообеспеченности. Кто работает своим личным кабинетом из библиотек, те знают, что он собой представляет. А кто не работает еще, мы будем очень настоятельно рекомендовать, потому что вы увидите целый ряд плюсов работы именно с нашим сервисом. Ну, и я, собственно, подошел к главной проблеме, которая беспокоит всех нас и вокруг которой будет вращаться и наш сегодняшний вебинар о том, что книги в книгообеспеченности должны гарантированно быть на 100%. К нам очень часто, особенно в последнее время, библиотеки обращаются с претензиями, что книги уходят. Соответственно, таким образом мы подводим очень сильно, подставляем библиотеку. Особенно это, конечно, актуально в период проверок. Вы все почувствовали. Вот выстаивание этой системы, которую я сказал со стороны Министерства образования, РПД и литература по ним, это один из таких ключевых критериев проверки. Поэтому сейчас этому вопросу придается на уровне университета такая приоритетная роль. И, разумеется, когда библиотека перед проверкой видит, что та или другая книга недоступна, то начинается паника, замена. В общем, мы прекрасно понимаем ваше положение. Собственно, и сейчас я вам расскажу, как мы его предлагаем решать. Проблему мы всегда эту вам описывали, объясняли, что в электронном книгоиздании виде совсем другая ситуация доступности, чем с бумажными книгами. Бумажный купил и, так сказать, на столетие вперед. А в электронной мы должны на каждый день иметь обеспеченные права. Как только у нас право с издательством договор прервался, сразу все исчезает. Книга не может существовать электронными столетиями. Практически счет ведется на дни. К сожалению, это такая особенность нашей электронной книги. Она работает на лицензии. И когда нам вначале пошли вот эти вот недовольствия и претензии, мы объясняли, что почему вы, господа, так беспокойтесь. Вообще-то у нас книги в основном не выпадают. Это там может быть 100 книг за весь год из этих 100 тысяч. Потому что, как правило, с издательствами договоры долгосрочные и без больших проблем мы их пролонгируем. Прежде всего в базовой коллекции. И прежде всего, ну такие вот, скажем так, обычные издательства. Но есть особые издательства. Как правило, они у нас входят в коллекцию. Но это и некие, ну так скажем, сильные специализированные учебные издательства, на которых у нас вообще другой режим работы с ними. Мы, как правило, или выкупаем эту литературу, или делаем краткосрочные договоры. Обычно это вообще длина договора один год всего. Дальше, в принципе, мы всегда готовы и дальше работать с этим издательством. Но там может быть всякая ситуация. В частности, эти издательства очень дорогие. И может просто элементарно не набраться денег или еще что-то. И вот оказалось, мы это, кстати, апеллировали к тому, что 99%, 95% у нас довольно беспроблемные, а 5% это особый случай. Вот оказалось со временем, что именно на эти 5% приходится в основном вся книга обеспеченность. То есть, это издательства рейтинговые, именитые, такие как Unity, Дана, Дашков, Академический проект, Геном, Проспект и так далее. То есть, все те издательства, которые дороги и для нас, и, соответственно, для вас, и с которыми достаточно плотное и краткосрочное отношение. Вот, помимо этого, конечно, существует проблема исключительных авторских прав. Вы знаете, мы это тоже все время объясняем, что автором в конечном счете является физический человек. И даже издательство не может гарантировать, что что-то не произойдет с книгой. То есть, какой-то процент по-любому будет уходить. Но, как я понял, основная проблема, конечно, лежит не в этих уходах отдельных и случайных, а именно в уходе больших пакетов, то, что с ними происходит по обычным нашим рыночным причинам. Вот. И еще в те времена мы объясняли, что справиться с такой проблемой, конечно, сложно. В библиотеке нас спросили, вы просто укажите дату, до которой у вас имеет пролонгация. Мы отвечали, это не имеет смысла, потому что мы все равно пролонгируемся и дальше. То есть, вы будете ориентироваться на дату, да, а у нас там еще сто лет вперед все будет в порядке. Вот. Так что это действительно даты мы, кстати, проставили. В этом нашем сервисе вы увидите все это есть. Но это не тот критерий, на который нужно ориентироваться. По сути дела, до сих пор и вы, и мы чувствовали в этой ситуации себя совершенно незащищенным. И решения не было. Потому что коммерческий уход, он может произойти всегда. И это очень короткий срок, да. В любой момент от нас может уйти издательство. И мы отвечали, что вот на таком ресурсе, как 100 тысяч, ну, не можем мы гарантировать вам 100% точность книгообеспеченности. Мы будем стараться. Вот этого старания оказалось недостаточно. И ваши требования к нам, они справедливы. Мы это совершенно признаем. Поэтому мы нашли другой выход, о котором вас и хотим проинформировать. По сути дела, это отдельный сервис внутри нашей книгообеспеченности. Это сервис, гарантируем книги до окончания подписки. Это, по сути дела, революционный, вот с нашей точки зрения, сервис. Потому что гарантировать, как я вам сказал, очень-очень сложно. Это означает, что мы берем вот эти книги, которые вам очень нужны, под персональный, индивидуальный контроль. И, ну, собственно, именно поэтому мы и можем гарантировать. Потому что мы гарантируем сейчас не все книги в нашей ЭБС, а вот только те книги, которые вы используете в своей книгообеспеченности, и которые, соответственно, вы информируете нас о том, что вы эти книги используете. Дальше мы начинаем уже своими методами. Это уже не 100 тысяч, а, условно говоря, там несколько тысяч. Но мы будем стараться своевременно пролонгировать, выкупать. То есть, вот эти книги мы будем отслеживать. Вот, собственно, в этом суть этого сервиса. Гарантии до окончания подписки. И этот сервис не для всех, что называется. Он будет работать персонально с каждым вузом, который пойдет на наши условия, и вообще в него включится. Тот, кто с нами не работает, пусть он и, так сказать, претензий не предъявляет. Здесь мы ничего не гарантируем. Это вот и не входит в договор. Это вот наш особый новый индивидуальный персонализированный сервис, который мы оказываем каждому вузу индивидуально. Значит, что требуется для того, чтобы получить вот эту гарантию и уже сильно не беспокоиться до конца периода? Собственно, требуется немного. Требуется, чтобы вы использовали нашу сервис книгообеспеченности, который у вас находится в личном кабинете. Вот сейчас вы, если зайдете, вы видите, там стандартизированное дерево книгообеспеченности. Мы называем его эталонным, который мы для каждой специальности вырабатываем на основе рекомендаций, статистики других вузов и так далее, наших библиографов. Вот это общее эталонное дерево. После того, как вы включитесь и внесете свою книгообеспеченность в нашу БС, у вас появится ваше собственное индивидуальное дерево книгообеспеченности. Там будут вот эти самые книги, которые именно требуются вам, за которыми мы и будем следить. И это уже будет ваш собственный пакет. Для того, чтобы мы создали вашу индивидуальную книгообеспеченность в нашей ЭБС, нам нужна информация, эти самые книги. Вы их можете нам передать несколькими способами. Но об этом Павел Юрьевич еще расскажет. Во-первых, самый простой способ передадите нам просто книгу своей книгообеспеченности. И мы ее внесем в этот ваш сервис. Вы можете передать нам просто список литературы по РПД, который входит в книгообеспеченности. То есть, просто списки литературы. И вы можете нам в конце концов прислать РПД. Мы их сами обработаем, если уже у вас проблемы с первыми двумя способами. Единственные моменты, которые важны при этом, нам не передавать книги только те, которые используются в ЭБС университетской библиотеке онлайн. Передавать надо полную карту книгообеспеченности. Это я вам объясню. Как раз необходимо для наших разнообразных сервисов. Для этой книгообеспеченности. Это раз. А во-вторых, конечно, рекомендуется, чтобы вы нам передавали эти списки в таких видах, которые соответствуют стандарту библиографическому, которые мы можем проанализировать, обработать. Если это будет совершенно отклоняющийся формат, то у нас просто сил не хватит. Вы сами понимаете, что это речь идет о довольно больших объемах информации. То есть, полную карту книгообеспеченности. И, соответственно, в формате, который распознается по стандарту библиографического описания. Что дальше произойдет? Мы эту карту книгообеспеченности анализируем. Мы сразу видим и так сами, какие книги у нас есть. И, кстати, много книг. Обычно это сама вузовская библиотека делает. Вы увидите, что многие книги вы просто у нас не нашли. Они на самом деле есть. То есть, это будет полезно, что вы будете точно знать, что действительно все книги есть в ОБС. Не надо больше искать эту книгу. Полный ваш список. А дальше создается на основе этого, вот те книги, которые у нас есть, создается вот это дерево книгообеспеченности. Но на этом не заканчивается. Вот нам полная информация нужна для того, чтобы оно могло работать и дальше этот сервис мог развиваться. В первую очередь, когда, например, все-таки что-то там выпадает, у нас возникает возможность порекомендовать какие-то книги на те же самые, взамен тех книг, которые ушли, на те же самые дисциплины. То есть, у вас возникает целый сервис рекомендаций. Рекомендации формируются на основе информации, собранной из других вузов. Литература, используемая для тех же дисциплин, другими преподавателями. То есть, это дополнительная информация, которая очень полезна и действительно облегчает ваши трудовые затраты. В первую очередь, это, конечно, будет полезно тем, кто, если у вас в библиотеке сидит человек специально и занимается этим, он всегда будет видеть, у него будет целый спектр инструментов, которые помогают быстрее это сделать, без лишних затрат. И, учитывая то, какие действительно книги наиболее востребованы для той иной дисциплины, пользуются спросом и так далее. Вот. Этот сервис доступен и для преподавателей, которые смогут, соответственно, тоже гораздо более качественную, интересную литературу подобрать для своей дисциплины. В общем, это тоже шаг для более качественного процесса образования и для облегчения ваших трудовых усилий. Вот, собственно, вот это суть того нового, что мы вам предлагаем. Новый канал взаимодействия. В общем, чтобы он включился, требуется индивидуальный контакт или наши менеджеры обращаются к вам. Ну, а лучше, чтобы вы сразу, если вас заинтересовало, сразу направили к своему менеджеру письмо или, зайдя в личном кабинете, там тоже в этом окошке есть форма обращения, можно сразу уже эти списки прямо выгружать. Вот. Детали расскажет Павел Юрьевич. В общем-то, этот сервис не настолько трудный. Я считаю, он гораздо проще, чем в обычных АБИС, потому что мы здесь работаем все-таки с спецификой электронной книги. Нам не нужны тиражи, не нужен вот этот коэффициент 0.5. Достаточно одного, то, что книга есть в ОБС, чтобы ваш ВУЗ уже полностью был закрыт. Поэтому мы не включаем туда ни на каком курсе, на каком семестре этот предмет ведется. Вот достаточно есть предмет, вот такие книги к нему прикреплены. Вот и все. Без лишних усложнений. Таким образом, суть я вам рассказал. Сейчас отвечу на вопросы, которые тут были, задавались. К сожалению, у вас в книге обеспеченности представлены книги старше 10 лет. Но книги разные представлены. У нас, видите, в книге обеспеченности у нас... Это не наша книга обеспеченности, это ваша. У нас есть УГС, в которых мы подбираем книги, а уже вы выбираете для своей книги обеспеченности. То есть, книга обеспеченности, она вообще не наша, ни в коем случае. Единственное, что книги там действительно учебники разных лет. Поэтому мы и будем получать от вас информацию. Если мы видим, что такая книга там очень нужна именно для вашей корректной книгообеспеченности, то мы можем просить издательства обновлять, делать переиздание. Им тоже нужна вот эта обратная связь. Вот, соответственно, и мы тоже будем стараться, чтобы годы были поновее. Так, при поиске нужной литературы там дата не будет выходить. Просто преподаватели ищут книги только по поиску, а не по книгообеспеченности. Да, вот хороший очень вопрос. Действительно, у нас несколько путей поиска. И стандартный расширенный поиск, он наиболее часто используется. Вы, зайдя в это окошко книгообеспеченности, увидите, начав работать, что это специализированный формат поиска. То есть, это совершенно самостоятельная система поиска, ориентированная именно на задачи книгообеспеченности. Там можно выбирать по дисциплинам, сразу смотреть книги. Можно выбирать по УГСН. Ну, а самое главное, там, вы только там, в этом окне, вы увидите вот эту дополнительную нужную информацию, скажем, до какого срока у нас договор, если это вам нужна информация. А самое главное, насколько книга используется в книгообеспеченности, вот, вообще, для таких дисциплин. У нас это отметочка, это вот такого сервиса, собственно, ни у кого нет. Вы, как на ладони, видите действительную ценность книг с точки зрения книгообеспеченности. Так, предложение. Убрать устаревшую неактуальную литературу. Ну, вот, еще раз повторю, с чего мы начинали. Нельзя жить книгообеспеченностью единой. Мы можем вам создать очень маленькую библиотечку, она у нас есть, называется ОГС. Там 12 тысяч книг. Но это те, которые точно для каждой специальности используются, и там, как правило, годы все корректные. Но это всего 12 тысяч учебников. Таким образом, если мы с вами редуцируем вот этот подход, мы просто превратимся в обычную среднюю школу, где для каждой дисциплины предписано по одному, по два учебника. Вот, все-таки мы занимаемся наукой, и преподаватели ваши используют монографии, научную литературу, переводику, то есть, книгообеспеченность это один только из элементов образовательного процесса. Ну, а потом не забывайте, особенно для гуманитарных дисциплин, да даже для таких там, как математика, физика, лучшие книги, нам все это, все это говорят, написаны очень много десятилетий назад. Вот, и у физматлита самые лучшие книги, это те, которые, ну, они конечно переписывают сроки их, ставят новую дату, вот, но на самом деле эта книга написана в 80-е, там, если не 70-е годы, и никто лучше ее не написал. И нам не надо делать для наших студентов книжки хуже, чем они есть. Вот, так что я вот призываю не абсолютизировать книгообеспеченность, а просто делать ее элементам для удобства, для повышения качества, а не для понижения. Так, электронный библиотек, библиотеки МГОТУ формируется в том числе в формате РУСМАК из электронных изданий ИБС, на которые есть подписка. Но бывают случаи, когда издание есть в электронном каталоге, но чтение издания недоступно. Почему и как быть в этом случае? Вот, вот такие вещи были как раз до этого нашего сервиса гарантируем до окончания подписки. Когда вот по тем или иным причинам, часто коммерческим, из каталога, из нашей подписки ушла книга. Это может быть и тогда, когда вы пролонгируетесь. У вас была электронная коллекция, отдельно от базовой подписана, и вы ее не переподписали. Тогда книга будет недоступна. Вот для этого, собственно, мы и нам и нужна эта информация, чтобы мы точно знали, какие книги мы вам будем просто рекомендовать. Вам обязательно нужно подписать эту коллекцию, иначе будет дырка. Бывает, когда и у нас уходит из базовой коллекции в издательские, то есть на другой режим подписки. И в этом случае мы тоже будем предупреждать. До конца подписки мы гарантируем, то есть никуда она не уйдет. Вот мы специально с издательствами усложняем наши договоры. Это нам будет много стоить, условно говоря. Вот, но тем не менее до конца подписки эти книги у вас будут. А вот дальше надо, конечно, будет внимательно просмотреть, чтобы не получилось, что после пролонгации зачем-то не уследили. Предложение. Пополнить раздел для СПО, потому что в их стандартах четко прописана норма. 5 лет для всей литературы. Основной и дополнительной. Сейчас для СПО книг реально мало. Ну да, у них еще жестче. У них все время 5 лет идет. У нас все-таки для вузов, для технической литературы 10 лет. Вот. Но мы пополняем постоянно здесь как можем. Пополнение это другой процесс. Будем стараться. Так. Вопрос еще. Я правильно поняла, что даты проставлены только в книгообеспеченности. А при поиске нужной литературы там дата не будет выходить. Ну да, это уже мы сказали, что только вот в этом сервисе можно видеть эти даты. Так. Смотрю вопрос. Ну вроде все все заданные вопросы ответил. Ну в реальности сейчас включается Павел Юрьевич. и он уже покажет, как это все работает. И можно будет еще вопросы, возникшие в конце нашего семинара задать. Вот. А сейчас благодарю вас за внимание. Если... Спасибо, Константин Николаевич. Принимаю от вас эстафету. Коллеги, ну а я сейчас расскажу больше по технологии, по интерфейсу и по самому сервису, как он представлен в нашей ЭБС. Ну вот вопросы, которые будут затронуты у меня. Это... Книгообеспеченность в новом дизайне, режимы книгообеспеченности, общий интерфейс, пошаговые инструкции, добавление книг, рекомендации вузов и собственная сетка дисциплин. Первые три слайда я пропущу, потому что они были у Константина Николаевича. И перейдем сразу непосредственно к интерфейсу книгообеспеченности. Ну, самое первое. Хочу отметить, что вот в нашем дизайне переход к книгообеспеченности, точно так же, как и вообще переход ко всему функционалу библиотекаря и преподавателя производится через нажатие на кнопочку «Мой ВУЗ». Вот здесь вот. После этого в возникнушем окошке надо выбрать пункт «Книгообеспеченность». Вот это вот. И появится вот здесь вот, собственно, сам сервис. Хочу погромче. Сейчас я попробую сделать чуть-чуть погромче. Я боюсь, что тогда может быть слишком громко для некоторых. Вот так лучше? Раз, раз, раз. Итак, появилось, появилось окошко с книгообеспеченностью. Хочу обратить внимание, что этот функционал, в отличие от многих других специфических функционалов, которые доступны только библиотекарю, они доступны, этот функционал доступен как библиотекарю, так и преподавателю, поэтому книгообеспеченностью можно заниматься совместно. И в данном случае за библиотекой организующая роль. Библиотека вполне может подключать профильных преподавателей или заведующих кафедрами для того, чтобы они сами в этом сервисе работали бы и подключали необходимые книжки из ЭБС. И вот в данном случае как раз у меня представлен интерфейс преподавателя. Он ничем не отличается, за исключением того, что вот здесь список пунктов меньше, чем у библиотекаря. Ну, собственно, вся книгообеспеченность – это вот этот функционал. Сейчас мы его раскроем и рассмотрим подробнее. Итак, ну давайте поподробнее рассмотрим сервис книгообеспеченности. Во-первых, есть переключатели режимов у нас. Мы можем работать в контексте старого Аксу или нового Аксу. Вот эта вот кнопочка, обращаю внимание, это именно кнопочка, а не индикатор. Это означает, что сейчас вот включен режим по новому Аксу, но при нажатии на эту кнопочку перейдет книгообеспеченность в режим по старому Аксу, где другие наименования, другие цифры в названиях разделов и так далее. Вот. По умолчанию стоит режим нового Аксу и им предполагается пользоваться, что им будут пользоваться большинство наших пользователей. Да, ну и вот при переключении этой кнопочки происходит, как вы видите, изменение названий по соответствии со старым Аксу. И так тоже можно работать, если у вас возникла такая необходимость. Ну вот, давайте рассмотрим общий интерфейс нашего сервиса. Как я уже говорил, вот есть вот эта вот кнопочка, о ней уже не будем говорить. Пункт 2. Это загрузка информации о вашей книгообеспеченности в виде файлов Excel. Первый пункт, вот давайте я здесь буду ставить. Первая кнопочка – это обычный файл Excel. Вторая – это файл CSV в стандартном текстовом формате. И третья кнопочка – это загрузка файла с учетом структуры созданных каталогов. Не удивляйтесь, эти кнопочки работают не так, чтобы очень быстро, потому что, когда здесь находится большое количество литературы, то сформировать такой большой файл Excel, в нем много информации, много колонок, да еще и много книжек, то это достаточно долгий процесс, поэтому если это будет занимать одну-две минуты, не удивляйтесь, это, в общем, нормально достаточно. Далее. Ну, когда вы впервые зашли в свою книгообеспеченность, здесь пусто, ничего нету. Но по мере того, как вы добавляете сюда пункты в виде категории, они начинают появляться здесь. Вот какие здесь категории возможны? Прежде всего, это УГСН. То есть, вы выбираете свою УГСН вот посредством вот этой вот кнопочки 8, добавить УГСН. УГСН появляется вот здесь с каким-то уже наполнением, да. Почему наполнение есть? Об этом я чуть позже расскажу. И дальше вы это УГСН начинаете дополнять, что-то выкидывать, что-то добавлять. Таким образом, преобразуя ее в тот самый вид, который необходим конкретно вам. Кроме УГСН, можно добавить любую другую категорию. Вот, например, вот так вот. Ну, мало ли какие у вас есть еще потребности для использования. Ну, например, вы хотите сюда включить какую-то научную литературу или литературу для аспирантов или еще какие-то надобности есть, необходимости. Вы можете сюда включить любую любую категорию, не связанную с вот этой с этими номерами никак. Просто это будет какое-то название любое, которое вы придумали. Далее. Ну, значит, вот есть вот такие вот способы управления содержимым. Да? Какие это способы? вот так, я сейчас посмотрю, у меня в увеличенном, нет, в увеличенном виде здесь нет, поэтому прямо здесь покажу. Первое изображение книжечки, вот это вот, это добавить литературу, при этом появляется некая форма форма поиска, по которой вы можете литературу искать, фильтровать, выбирать, удалять и после этого добавлять вот в этот вот раздел. вот такой вот списочек кнопочек, он появляется как в каждой категории, так и внутри каждой категории. Сейчас мы это увидим. Значит, можно изменять название этой категории, можно вот здесь кнопочка, да, это вот, давайте по порядку, кнопочка 2, можно добавлять подкатегории внутрь этой категории, кроме тех стандартных категорий, которые там появляются, можно редактировать название, опять же, можно это все сохранять в виде Excel-файла и можно это удалять. Вот основные действия, которые можно делать с категориями в книгообеспеченности. Ну, разумеется, если вы здесь поставите галочки какие-то, то потом с этим можно будет что-то делать, в частности, удалять. Ну, а также можно отправить полностью свою структуру в виде файла с тем, чтобы мы вам создали книгообеспеченность. Подробнее я об этом чуть попозже остановлюсь. Итак, как вам надо добавлять пункты в... как вам надо создавать книгообеспеченность? Шаг первый. Добавляем УГСН. Это вот эта вот кнопочка «Добавить УГСН». Еще раз на них сосредоточим внимание. Каждая специальность, каждый УГСН имеет внутри себя... вот, допустим, мы загрузили юриспруденцию, имеет внутри себя как минимум три составляющих бакалавриат, магистратура, литература по направлению. Это то, что та литература, которая не распределена между бакалавриатом и магистратурой. Иногда там появляется еще и специалитет, если остались еще специальности в соответствии со старыми УГОСами. Ну и внутри каждая ступень имеет источник, имеет подразделение из базовой коллекции и из издательских коллекций. Вот здесь на этом рисуночке как раз это все и показано. Да, вот то самое увеличенное изображение, которое я хотел вам показать, оно соответствует вот этой рассмотренной нами картиночке. Тут все те же самые кнопочки, за исключением еще одна кнопочка появилась. Вот это вот. Я расскажу, как ей пользуется. Это кнопочка для переноса книжки из одной части в другую. Ну, в частности, из нераспределенной части вашей книгообеспеченности в бакалавриат или в магистратуру или куда-то в другое место. Первоначально все УГСН заполнены в соответствии с циклами дисциплин, заложенными в ВГОС-3. Ну, как известно, в ВГОС-3+, нет указаний на то, как именно заполнять списков дисциплин. Поэтому мы заложились на предыдущие ВГОС-3 и взяли его за основу. При этом вот эта наполняемость, она двумя способами обеспечивается. Ну, во-первых, наши библиографы создают вот эту наполняемость и распределяют книжки между различными УГСН. И во-вторых, об этом я расскажу чуть позже, мы применяем способ рекомендательной книгообеспеченности, когда некоторые книжки уже были в аналогичном месте использованы ВУЗом как каким-то другим, то это вам видно и вы видите, сколько ВУЗов уже поместили эту книжку в книгообеспеченность в данную УГСН и можете ее использовать вот по принципу рекомендательности. книжка идет и бакалавром и магистром. Как ее запомнить? Нет, ее можно и туда и туда поместить. Так, значит, давайте дальше пойдем. Да, вот так вот можно переносить книжки из одной части в другую. Ну, напоминаю, что книжки можно еще и добавлять, да? Сейчас мы об этом рассмотрим. Когда вы какие-то книжки выделяете посредством вот таких вот галочек, то после этого в других местах загораются вот такие вот давайте я вернусь, покажу, как это выглядит. Да, вот такая вот иконочка. Это означает, что в это место можно поместить данную книжку. Ну, и, разумеется, может случиться так, что та структура, которая у вас есть, она вас не устраивает. Вам надо либо добавить дисциплину, либо добавить какую-то подкатегорию, да? Либо внутри дисциплины выделить еще какие-то внутренние категории. В этом случае помогает вот такая вот кнопочка в виде папочки, которая позволяет добавлять подкатегории в любую категорию из вышеназванных. То есть, вот в данном случае внутри иностранного языка, вот эта строчка, да, внутри иностранного языка будут созданы еще какие-то подкатегории. вот здесь я напишу их название и они появятся внутри внутри категории иностранный язык. Ну, и книги, разумеется, можно просто добавлять. В принципе, можно, конечно, полностью отказаться от первоначально наполненной книгообеспеченности и пойти по пути формирования ее с нуля посредством вот таких вот кнопочек добавления книг в категорию. А можно добавлять книги в категорию уже созданную, таким образом обновляя ту информацию, обновляя и добавляя ту информацию, которая уже существует. Вот при нажатии на вот эту вот кнопочку появляется такая окошечко поиска. Оно немножко похоже на тот поиск, который есть у нас общий поиск, но тут все-таки такой упрощенный вариант. Тут есть фильтры по дисциплине и по разделу, а также поля ввода, где можно вводить автора и название. Разумеется, не обязательно вводить полностью, можно одно из слов в название ввести и вы увидите, что появится какая-то литература. Значит, после того, как вы это все ввели, нажимаете на кнопочку «Найти книги по выбранным условиям» и появляются книжки здесь. Ну вот я, например, здесь искал по слову «Герундий», нашлось две книжки. Обращаю внимание, что вот тут есть информация, о которой Константин Николаевич говорил, вот это вот сведение о так называемой надежности книг. Надежные – это значит у нас долговременный договор, вероятность исчезновения этой книжки крайне низка. Но большинство книг такие здесь и будут. Дальше вам надо вот здесь выбрать эти книжки, те, которые необходимы. Можно использовать кнопочку «Выбрать все», либо в ручном режиме выбрать те книжки, которые необходимы. Ну и наконец можно нажать на кнопочку «Добавить дисциплину» и вся эта информация зальется в ту самую категорию, в которой вы нажимали кнопочку «Добавить книги». Вот, собственно, и вся весь такой расширенный все расширенные возможности, которые вы должны освоить по наполнению книгообеспеченности и которые при желании вы можете показать вашим преподавателям, чтобы облегчить добавление книжек в вашу книгообеспеченность. Пару слов про вот эти кнопочки скачивания информации в Excel. Хочу обратить внимание, что тут появляется такое окошечко, предупреждающее, которое спрашивает требуется ли включить в Excel файл библиографическое описание. включение библиографического описания ведет к тому, что процесс формирования файла может быть несколько замедлен, время увеличено. Поэтому, если в этом файле вам не нужны библиографические описания, вы смело ставите здесь нет и сокращаете время загрузки вашего файла. Тут надо один из этих выборов выбрать и после этого загружается файл. Это только участок того файла, который загрузился. На самом деле, там где-то 15-20 колонок заполненных. Достаточно такой могучий файл, с которым можно потом работать и что-то делать и как-то еще использовать. Здесь написано в файле будут дополнительные информации сроки действующих прав, грифы и так далее. Напоминаю, что здесь в соответствии с этими кнопочками можно выгрузить в Excel файл информацию как в виде прямой таблицы, так и в виде включающей структуру вашей книгообеспеченности. Хочу сказать, что книгообеспеченность также включает в себя и механизм рекомендательный. Это означает, что те книжки, которые были какими-то вузами использованы в данном УГУСЭНе в книгообеспеченности появляются у нас в особом виде, подкрашенные таким зеленым цветом и с указанием вот эта маленькая циферка, не знаю, видно она у вас или нет. Здесь четверочка в данном случае стоит. Это означает, что четыре вуза использовали эту книжку в книгообеспеченности. Значит, и вам стоит присмотреться, раз другие использовали, может быть, и вам эта книжечка будет полезна. То есть, на эти книжки надо обратить особое внимание. Так, вопрос, только электронные книги в любом... Да, конечно, только те, которые есть в нашей электронной библиотечной системе, то есть в электронном виде, в электронные книжки. Году что с ним будет? вы знаете, но я думаю, да, вот тут озвучиваю вопрос по поводу того, что книгообеспеченность, учебные планы меняются. Ну, конечно, мы не можем решить все это одним действием. Я думаю, что, конечно, если вы настолько надолго это все рассчитываете, то вы можете сделать следующим образом. Вы можете подключать, делать целую категорию, наверное, на верхнем этаже книгообеспеченности, связанной с годами, и уже в нее включать УГСН, то есть, ну, такой будет более сложная ветвь подкатегории. Не знаю, насколько это будет удобнее, что удобнее делать, каждый год пересматривать или хранить за каждый из лет. Если вы хотите хранить на каждый учебный год, вам придется просто на одну ступень сделать ветвь ваших каталогов более сложной и работать уже внутри каждого года. Я думаю, что это уже более усложненный процесс будет, но суть его остается абсолютно тем, той же и по интерфейсу это будет точно так же. Возможно формировать, но вручном, возможно ли формировать книгообеспеченность для СПО? Возможно, но у вас не будет работать сервис, ну, то есть, будет пустая книгообеспеченность, вы ее будете заполнять заполнять руками просто, поиском. Да, ну и вот эти вот рекомендации, о которых я говорил, они же сохраняются и в тех табличках, которые вы скачиваете в Excel-табличках, то есть, эта информация есть, присутствует и в видео оффлайновом, если вам она необходима. ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, то, что, во-первых, повторюсь, вы можете добавить любую свою категорию, какую вы пожелаете, не обязательно надо отталкиваться от тех категорий, которые уже есть, ну и вы можете отправить свою собственную структуру в любом виде, ну, лучше в виде Excel-файла, и для этого вам могут помочь следующие вещи, следующие инструменты, о которых я сейчас расскажу. Да, ну, во-первых, вот, когда вы нажимаете на кнопочку «Отправить свою структуру», появляется вот такой вот запрос, где вы можете либо прямо сюда вот занести свою структуру, но это не так удобно, а лучше загрузить какой-то файл и отправить его нам. И в этом случае книгообеспеченность будет заполнена в соответствии с вашей структурой нами. Ну, и как же вам сформировать эту книгообеспеченность? Да, обращаю внимание, что вот здесь все операции во вкладке книгообеспеченность, они производятся только с той литературой, которая у вас включена в подписку. А как же вообще узнать, что еще есть, и что можно было бы включить книгообеспеченность, что надо докупить, если это необходимо в книгообеспеченности? Ну, можно воспользоваться несколькими способами. Во-первых, вы можете в подвале нашего сайта есть такой пункт, меню, который называется «УГСН-УКСО». Вот в ней вы можете искать всю, абсолютно всю литературу, которая у нас есть в VBS в соответствии с классификаторами и смотреть здесь списки, скачивать их и так далее. Ну, и во-вторых, у нас есть вот такой вот сервис «УГСН-Библиоклуб.ру». Давайте я вам продублирую эту ссылочку. Возможно, вы его еще не видели. ссылочку в чат продублировал, где вы можете формировать свои таблички в виде Excel-файлов на основе той литературы полной, полного списка литературы, которые есть у нас в VBS, комплексируя различные УГСН-ы, выбирая различные дисциплины. Это такой достаточно развернутый сервис. Во-первых, вы можете просто скачать вот здесь вот Excel-файлы по определенным кодам АКСО. Это самое простое, что можно сделать. Ну, а во-вторых, можно использовать вот это меню наверху этого сервиса. В частности, например, можете подбирать литературу по дисциплинам. Это очень такой интересный интеллектуальный способ. Вы здесь просто через на каждой строчке вводите название дисциплин в том виде, в котором вы их сами формируете. А дальше вы можете выбрать либо точный поиск, либо интуитивный поиск. Точный поиск – это когда дисциплина должна точно совпасть с тем распределением дисциплин, которые у нас проставлены на эти книжки. А интуитивный – это когда система сама принимает решения. Иногда дело в том, что дисциплины могут быть одинаковыми, а называться они могут немножко по-разному. И вот этот способ поиска частично пытается угадать, что вы имеете в виду, и подбирает литературу в этом виде. Конечным продуктом этого сервиса является в любом случае некая таблица, которую вы в конце концов скачиваете и просматриваете эту таблицу и удаляете оттуда все ненужное, а то, что нужно, потом посылаете нам именно посредством этого окошечка, о котором я говорил. Ну что, коллеги, в принципе, я практически обо всем рассказал. Как раз час времени нашего вебинара прошел. Что я в конце вебинара хотел бы еще раз сказать. Значит, ну, во-первых, обращаю ваше внимание, что у вас справа от презентации должно быть окошечко, которое называется ресурсы. Если у вас нет этого окошечка, посмотрите, вот примерно в этом направлении, у вас должен быть в правом верхнем углу ряд иконочек. Иконка с поднятой рукой, дальше идет иконочка смайлик и третья иконочка это желтенькая папочка. Вот, если нажимать на эту желтую папочку, будет появляться и исчезать окно под названием ресурсы. В этом окошке вы можете видеть три строчки. Одна из этих строчек это презентация. Нажав на изображение дискетки, вы можете скачать вот эту презентацию, которая я вам посмотрите наверху, понажимайте вот эту кнопочку, о которой я сказал, она должна быть у вас там наверху. Презентация, значит, презентацию пожалуйста используйте в своих нуждах. Если вы хотите провести семинар или какое-то мероприятие связанное с университетской библиотекой онлайн у вас, пожалуйста, используйте эту презентацию. Мы всегда разрешаем использовать наши презентации для вузов, для того, чтобы они каким-то образом рассказывали про нашу ЭБС. Ну и еще я вас есть две ссылочки, на которые я хотел бы ваше внимание обратить. Это ссылочка, это наша страничка в соцсетях, конкретно в Фейсбуке. Пожалуйста, подписывайтесь на нашу страничку, там во-первых проходит вся новостейная информация, о нас, плюс еще много разных интересных новостей из отрасли. И вторая ссылочка это наш канал на YouTube, видеоканал. В частности, на этом канале, если кто-то плохо слышал, у кого-то был плохой звук, через день или два появится запись вот этого вебинара, вы сможете этот вебинар посмотреть в записи и опять же показать своим коллегам, если кто-то не присутствовал на нашем вебинаре, но вы считаете, что это информация необходима. Коллеги, у меня все, я думаю, что мы оперативно с Константином Николаевичем рассказали о нашем сервисе. Если у вас есть вопросы еще задавайте. Да, я вижу вот тут две поднятые руки, но коллеги, давайте обойдемся вопросами в часе, потому что вот такая передача микрофона, как правило, занимает определенное время, не всегда слышно хорошо и так далее. Ну что ж, коллеги, спасибо, что вы сегодня все к нам пришли, вас, как всегда, было здесь достаточно много, мы рады, что вы ходите к нам на наши вебинары, приходите еще на наши вебинары, если не изменяет память, 13 мая в 12 часов Константин Николаевич проведет свой следующий вебинар, посвященный студенческой науке. Всегда следите за нашими новостями, мы будем вас оповещать о наших вебинарах. Да, и напоминаю, что каждый из вузов, если ему необходимо заказать вебинар по теме нашей ЭБС, сможет это сделать абсолютно бесплатно, отправив запрос кому-нибудь из нас. Коллеги, спасибо за внимание, до свидания, я еще остаюсь в чате 5 минут, если останутся в... вебинар, да, вебинар. Продолжение следует...